Продолжение следует... Мы обзваниваем столичных магов и волшебников, чтобы узнать, почему так дорого и насколько эффективно. У них на это один ответ. Мол, мы уже доказали свои способности на экране телевизора. Скажите его имя, и я, насколько вот я сейчас успею, я открою ему денежный канал. Астрономические цены и небывалый ажиотаж подогревают популярные телешоу. Прямая пропорция сеанс тем дороже, чем чаще экстрасенс мелькает в эфире. Это билет на рынок волшебства и сказочных гонораров. Говорят, стоит дорого, миллионы рублей, но быстро окупается. Мы решили проверить, кому придают эти билеты. Не шарлатанам ли записываемся на прием к финалисту одного из самых известных телепроектов. Просим погадать на любовь. От вас нужны только фотографии людей, по которым хотите что-то узнать. Для чистоты эксперимента мы решили взять фотографию незнакомого человека. В нашем случае это известный американский актер, который в одном из сериалов играл роль лжеэкстрасенса. Посмотрим, сможет ли наш ясновидящий распознать подлог. Он начинает с фразы, которая звучит пугающе правдоподобно. Но экстрасенс быстро замечает, что таким ответом клиент не удовлетворен. Переходит к невнятному рассказу о большой любви вымышленной пары и дает советы психолога-дилетанта. Вы упростили ваше отношение. Не отлично, а в оборудовании. Тут и к гадалке не ходи. Очевидное шарлатанство с первого взгляда определяют ученые, которые вошли в комиссию РАН по борьбе со лженаукой. Сегодня у меня очередное заседание. У вас там сидит сущность в виде гномика. Вот, я сейчас это почистю. Есть какие-то ощущения? Есть. Охотникам, а ведьм самим пришлось научиться сделать фокусы. Теперь они могут опытным путем доказать. То, что выдаются за чудо, в 100% случаях из ТА, биология, химия и физика. Причем из учебников за восьмой класс. Все физические поля биологических объектов известны. И никаких энергоинформационных полей, вот он уже ручками машет, нет. Так что это просто управление сознанием людей, из которых он хочет получить деньги. Не более того. К внушаемости добавьте веру в чудеса и нежелание самостоятельно решать собственные проблемы. Психологи раскрывают тайну этого магического коктейля, на котором все большее количество людей пытается заработать. В одной только Москве, с десяток образовательных центров, где за несколько тысяч рублей научат выражить, исцелять или видеть судьбы. То есть получается и любой может. Абсолютно. Отучиться несколько месяцев и... Меньше. Даже это на самом деле на открытие способностей достаточно там нескольких занятий. Дальше просто идет наработка опыта. После нескольких таких занятий они получат диплом мага, правда без гарантии трудоустройства. В колдовском мире каждый сам за себя. Делится секретовой профессией магистр магии Вуду Антон Симаков. В последнее время конкуренция растет, доходы падают, расходы увеличиваются. Вот реклама уже забирает две трети бюджета, плюс аренда офиса. К тому же реквизит дорожает, рынок есть рынок. А целых-то нет сердец нигде, ни у кого, может, свиное есть. Оно по 180, по 150, я вам... Свиное сердце поможет кукле Вуду найти ответ на вопрос. Сколько же в нашей стране магов и экстрасенсов? И какие у них доходы? Остается только гадать. Официальная статистика тут бессильна. Магистр накрывает сердце погребальным полотенцем, бонзает ножи, кладет сверху куклу, читает заклинания, их дает в свой расчет. Вы не путаете математику с магией. Меньше 10 миллиардов. В этот котел она вложила полмиллиона рублей, набрала кредитов и назанимала у друзей, чтобы рассчитаться с гадалкой, которая снимала порчу одну за другой. А потом приградила, что наведет сглаз сама, если женщина не заплатит еще. Ну вот как жить мне дальше? Доверилась человеку, а получилось вообще все наоборот. Еще и в долгах, как в щелках. Гадалку поймали. Оказалось, что под ее чары попали два десятка человек. Необъяснимо, но факт. Были среди них и те, кто ради такого дела продавал машины и квартиры. И в таких случаях правосудие перед магией практически безоружно. Ни один закон в России не регулирует сферу оккультных услуг. Это значит, если обещанное чудо не случилось, доказать что-то, или уж тем более наказать лже-колдуна, будет почти невозможно. Зато вы гарантированно лишитесь денег, времени и нервных клеток. И магия тут совсем ни при чем. Татьяна Титова, Ксения Гомнова, Рабина Галлеев и Арсений Байбулов. Первый канал.